Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Цари России, Великие Князья Руси. Гонение и казнь князя Тверского и Владимирского Александра I Михайловича. После смерти старшего брата Дмитрия, казненного в сарае по приказу узбек Хана, Александр I Михайлович стал князем Тверским и Владимирским в 1326 году, в возрасте 25 лет. На следующий год в Тверь прибыл двоюродный брат узбека, Шевкал, с большим войском. Шевкал поселился во дворце Александра, и его солдаты начали грабить и убивать, терроризируя город. Пошли слухи, что он хочет установить в Твери ислам и узурпировать трон, убив Александра. 15 августа 1327 года толпа горожан начала убивать татар, заступившись за одного дьякона, у которого отобрали лошадь. Шевкал с охраной попытались избежать самосуда, укрывшись в домах местных жителей, но горожане подожгли их, и татары сгорели заживо. Узнав об этом, брат Юрия Московского, которого убил Дмитрий в 1322 году, Иван Калита, немедленно поехал в Орду. Александр пытался оправдаться перед ханом, предлагая ему отдать Москве титул Владимирского престола, но Иван уже уговорил узбека дать ему войско и отправить в Тверь. Александру пришлось бежать в Новгород с женой Анастасией и детьми, но там ему отказали в гостеприимстве из-за страха перед татарами. Александр подался в Псков. Псков не только принял Александра, но и пожаловал ему княжеский титул. Тот отказывался, говоря, что если Калита узнает, где он укрывается, хан прикажет разрушить город. Желая спасти русские земли, Александр бежал сначала в Польшу, потом в Швецию. Лишь спустя годы, когда страсти улеглись, он вернулся в Псков. В 1335 году старший сын Александра, Федор, отправился по его заданию в Орду, чтобы добиться милости хана-узбека. Через два года к хану приехал и сам Александр, которого хан простил и разрешил вернуться в Тверь. Это насторожило Москву и заставило забеспокоиться Ивана Калиту. Он заключил союз с Ярославлем, но решил не возобновлять боевые действия, хоть и имел явное военное преимущество. Вместо этого Иван отправился со своими сыновьями к хану, стараясь снова настроить Орду против Александра, внушая монголам, что он продолжает оставаться их врагом. Неожиданно Александр получил приглашение узбека приехать в сарай якобы для примирения Твери и Ярославля и для получения помилования. Тот отнесся сначала подозрительно к приглашению и снова отправил к хану сына Федора. Но приглашение поступило снова, персонально для него, и ему ничего не оставалось делать, как неохотно подчинить. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова